Телекомпания «ВИД» представляет МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». Мы ведем поиски до тех пор, пока по ту сторону экрана в нас верят и не теряют надежду на заветную встречу. Возможно, и сегодня нам удастся сделать кого-то счастливее. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша программа всегда ставила перед собой цель объединять родных людей, как бы далеко судьба их не разбросала. Поэтому мы принимали и продолжаем принимать заявки за рубежа. К примеру, следующая заявка пришла к нам из Израиля. Вот, посмотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Гольди, бывшее имя Ольга. Мне 49 лет. Я живу на голландских высотах в Израиле. Работаю в начальной школе учительницы музыки первых и вторых классов. Родилась я в Ленинграде в апреле 1974 года, жилая с мамой. И когда мне исполнилось примерно 5 лет, мою маму лишили материнства. Она страдала от алкализма. Я помню, когда она напивалась, но теряла свою человечность и мне приходилось не сладко. Но и момент ее в хорошем настроении тоже. Мама укладывает меня спать около себя. У нее был очень приятный голос. Но у меня не осталось воспоминаний ее лица. Так как я была совсем маленькой. И у нас не было ее фотографий. Кроме одной, которой я очень дорожу и храню ее на сегодняшний день. В которой видно только мамина рука. Первые годы после расставания я не хотела видеть свою маму. Для меня она была моей мучительницей. И я очень боялась, что она вернется и будет пьяной, и что-то со мной сделает. Всем окружающим я говорила просто и коротко «Моя мама умерла?» Так сразу же прекращала все вопросы. Но сколько больше я взрослела, столько больше я понимала, что мне очень не хватает своей мамы. Неважно, плохая она или хорошая. Я буду очень рада найти свой финальный конец сорокалетним поиском. Потому что самое страшное – это не знать. А судьбы самого близкого человека – это самое мучительное. В 1990 году я с папой и дедушкой уехали в Израиль. Я замужем уже 26 лет. И у нас есть три сына. Саги старший, ему 21 год. Таль средний, ему исполнилось сейчас 18 лет. И самый младший – это Моаян, ему 13 лет. Привет. Меня зовут Саги. Мне 21 год. И я всегда слышал от мамы эту историю, что у меня была бабушка, которую я никогда не видел. Я не знаю, там ли ты за границей, но если ты там, то я хочу, чтобы ты знала. Нам тебя очень не хватало. Нам ничего не нужно. Мы просто хотим знать, что ты есть и что с тобой все в порядке. Ну, совершенно очевидно, что для Гольди очень важно найти маму и родственников по линии мамы. И она ни секунды не сомневалась, когда редактор предложили ей приехать к нам на программу, чтобы рассказать подробнее свою историю. Гольди, пожалуйста, проходите к нам. Мы хотим с вами лично познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не ожидала. Это как жизнь может перемениться за одну секунду. Угу. Очень большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока не за что. Пока еще не за что. Давайте назовем все данные мамы. Все, что вам известно. Я знаю, что ее звали Елена Шуканова Дмитриевна. Я знаю, что она родилась в зимних месяцах. Я не знаю точные числа. Я думала примерно или в январе, или в феврале. Ей должно быть 69 или 70 лет. У нее была родная сестра Наталья. У нее был сын старше меня примерно на 5 лет, Андрей. И младший, которого я еще не знала, которого звали Дима, он родился 5 лет позже меня, поэтому я его еще не узнала. Угу. В честь дедушки. А я знаю тоже, возможно, она в Волгоградской области, где точно ничего, ничего никто не знал. И ее решили в родительских прав, когда мне было 5 лет, из-за того, что, как я сказала, она страдала алкоголизмом. Какие-то у вас есть детские воспоминания из жизни с мамой? Что вы помните вообще об этом периоде? Как я говорила, я помнила своего мучителя больше. Когда она была пьяная, она совершенно теряла свою человечность. Было немного моментов, когда она была не пьяная. И вот только что я помню ее голос, как она напевала, пела песни, варила мне кашу, ходила со мной куда-то. Но все, это все моменты. Мой папа не оставил никаких фотографий. Все выбросилось. И вот единственная фотография вы видели с ее рукой. Это было как икона. А вот скажите, это такой парадокс. Несмотря на то, что вы помните ее как мучителя, вы ее так неистово ищете. Почему? Как я сказала сначала, я думала, что я не хочу видеть свою маму никогда. И мне легче было сказать, что она умерла. Но как я старше становилась, были хорошие моменты. И тогда все плохое куда-то уходит. И как я стала старше, я понимала, что такое алкоголизм. Я очень-очень много про это читала. Старалась понять свою маму, потому что разница была черно-белая между тем, как человек, как он напивается, или человек, когда он трезвый, в нормальном состоянии. И я хотела понять, как так человек может перевернуться. Но понимала, что алкоголизм это намного сложнее, чем наркомания, потому что это везде доступно. И в секунду можно это достать и опять напиться. И начала понимать, что она была, наверное, в депрессии. Депрессия для женщины это самое страшное. Ну, то есть вы все это время пытались ее понять. То есть память о ней вас не оставляла, несмотря на то, что она вас мучила. И было очень много плохих моментов, казалось бы. И на чаше весов они были гораздо тяжелее, чем вот эти крохотные частицы счастья, которые вас объединяли. Вот это потрясающе, конечно. Да, и во-первых... Что значит сердце, что значит ребенок и мать, да? Очень. Вот это соединение, оно... И особенно, когда я сейчас как мать, я начала понимать, у меня не было депрессии, у меня счастливая семья, три прекрасных сына и муж. Но я больше начала понимать, что такое, что вот, если есть какая-то депрессия и 18... Посмотрите, она родила меня 18 лет, 18-19 лет. Для сегодняшних стандартов это ребенок. Я смотрю на своего старшего сына, ему 21 год. Я не представляю его, как он может быть отцом. А как 18-летняя девочка, которой муж куда-то уезжает работать все время, и что она будет делать с ребенком одна. Это очень-очень тяжело. То есть я знаю, что я ищу оправдания, как оправдать. Но она не просто такая далекая тетя, она моя мама. Мама, и я знаю, как я, как мама, что это быть мамой для своих сыновей. Я думаю, самое-самое страшное, это не знать о судьбе родителей. Гольди, вы сказали, что маму лишили родительских прав, когда вам было 5-6 лет, да? 5-6 лет, нет. Вы этот момент помните? Помню очень хорошо. Когда вас разлучили. И меня мучает совесть, как... Я знаю, что я была маленьким ребенком, но сейчас объясню. Когда она напивалась, она меня била. И в очередной раз соседям надоели крики и плач, который не слышит ребенка. Вызвали полицию. Как полиция пришла, я с радостью бросилась ей подавать куртку. Ее принесла, ее сапоги. И вот этот момент меня мучает. Как я... Слушайте, ну это детская реакция, реакция на побои, наверное, поэтому... Я понимаю, но все равно, как взрослого человека, понимание, что я... Не вините себя. И я поняла, что это не первый раз было. Мне рассказывали родные дедушка по папиной линии, что могла мама оставить несколько дней, как маленького ребенка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как во всем я сижу, ни в туалет, ни без еды. Извините. Я всегда привыкла, если я кому-то рассказываю, самым близким как технически. А вот сейчас это все выходит. То есть я никогда не плачу. Это очень хорошо, что все выходит, пусть выходит. Здесь такая у нас программа человеческая, душевная, сердечная, поэтому не стесняйтесь. Я просто думаю про своих детей, если ребенка оставить на несколько дней... Это представить невозможно. Да. Представить невозможно. Поэтому я так была рада, что ее забирают. Но, с другой стороны, вызвали моего дедушку. Дедушка Дима, отец мамы. Он был очень важный человек в армии. У него была высокая должность. Был на пенсии. Вроде бы человек умный и должен взять ответственность. И я помню, как он сидел на диване. Я забралась ему на колени. И спрашивает его полицейский, вот, возьмите внучку, сейчас мы забираем вашу дочку, ей некуда пойти, возьмите ее пока к себе. И вот я сижу у него на руках, и дедушка холодным голосом говорит, ну, извините, я не могу за нее взять ответственность. Делайте с ней, что вы хотите. Я больной старый человек. И этим кончилась вся моя история Шуканова. И меня взяли паницейски и поняли, что негде... Мой дедушка был с другой стороны в командировке в Москве. Папа где-то работал. Я не знала, что они развелись, но я была маленькая. Они развелись и работал в другом месте. Тоже не было с ним... Не было же тогда телефонов, интернета, связаться. И меня взял полицейский к себе домой. И после этого на завтрашнее утро меня уже взяли в больницу. И я там побыла... Как я чувствовала, это был почти год. Может, из-за того, что я была слишком худая, может, у меня были какие-то последствия. Это я не помню. Я помню, что мне там было очень хорошо. И я этим пользовалась. Маленькая девочка, без мамы, все ее любят, все ее балуют. Мне тестры давали играть, делали вату для пациентов. И мне там было очень хорошо, пока не нашли моего дедушку, что он вернулся с командировки. И он взял опекунство на себя. И все, меня взяли из больницы. И когда папа вернулся, я вернулась обратно в наш дом. И папа меня выращивал. Папа и дедушка. Но опекунство было у моего дедушки. А я правильно поняла, что папа уничтожил все фотографии мамы? Все, совершенно все, кроме вот этой фотографии, где ее рука. А как он относится к вашим поискам? Он знает, что я ищу с маленького возраста. Он сказал, чтобы я не была готова ко многому, потому что мы знаем, что такое алкоголизм. Но богословил меня, сказал, что он за меня. У него нет проблем с этим. Очень важно, что ваш отец не против. Он, наверное, просто хочет вас уберечь от какой-то боли, что ли. Потому что вы, конечно, понимаете, что новости у нас могут быть разные. У нас бывают хорошие новости, бывают плохие новости. Вы к любым новостям готовы? К любым. Конечно, мы вас пригласили из Израиля не просто так. На вашу заявку пришел отклик. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мои родители погибли при пожаре. Мы были у бабушки. Подробности, как бы, мы не знаем. Случился пожар, и вот они сгорели в доме. Потом мы оказались в детском доме, в санаторный детский дом в городе Новоанинск, в станице Филоновска. Нас поместили сначала в больницу, в детское отделение, а затем отвезли в детский дом. После того, как мы выпустились из детского дома, брат пошел обучаться в техникум. Ну и я, соответственно, пошла обучаться. В детском доме нас навещали родственники, моя тетя, дядя. И моя тетя рассказала, что дедушка, то есть мамин отец, писал, что у мамы есть еще одна дочь, которую забрал первый муж. Это все, что вот написал дед. Он хотел сам приехать с Питера, но у него не получилось, потому что он умер скоропостижно, скончался. Потом вот я не так давно, я села в ноутбуке, открыла страницу «Жди меня», и решила ввести мамину фамилию, имя, отчество. Год рождения мне известен, то есть дата рождения. Я ввела и увидела в поиске девочку по имени Ольга, которая ищет мою маму. Не совсем корректно была указана информация о жизни, о детях, но, насколько я понимаю, она ничего не знала очень давно, где и как мама живет. Это уже было в полуночь. Я позвонила брату, то есть отправила ему скриншот. Ну, я написала сразу свои контакты, написала ответ, ответ на это сообщение, ну, и ждала, когда ответит. Но, если честно, то не было никакой надежды, потому что заявка была подана в 2013 году, 10 лет назад. «Ольга, мы не знали, как тебя найти и узнали о твоем существовании, ну, не так давно. И если бы мы знали, как тебя найти, мы бы обязательно обратились и в программу, или еще куда-то. надеюсь, что мы скоро увидимся, встретимся». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гольдия, примите наше соболезновение. К сожалению, мамы нет. Да, это самая ужасная смерть. Да. Которую можно сгореть же. Зато у вас замечательная сестра. Это радостно. Чурно-белое, как я сказала. Что меня кто-то ищет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, перестаньте еще. У вас появился человек. Родственник, родной человек. Я даже не думала, что это... Я готовила к самому плохому. Не думала, что и самого плохого может выйти. Самое хорошее. Вот, видите. Это жизнь. Как я сказала, это в течение секунды может все измениться. Извините. Нет, ничего. Не извиняйтесь ни в коем случае. Хотите воды? Нет, все нормально. Точно? Да. Ну, отлично. Когда ваша сестра Наташа вообще узнала только о вашем существовании, она была потрясена. Она сразу начала вас искать. Ну и, разумеется, сегодня она здесь. Наташа, выходите к нам. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, что такое возможно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фотографии, они сгорели в доме. Вы знаете, ну, у нас есть для вас сюрприз. Дело в том, что нам удалось найти родственников вашей мамы. И у них была фотография мамы. Я прямо сейчас попрошу вынести подарки для наших гостей. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие-то дела всегда сестру. АПЛОДИСМЕНТЫ На этих фотографиях ваша мама и ваша дедушка. Мамин отец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня есть лицо. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы рады, что вы счастливы. Рады, что все случилось. Потому что даже если мамы нет, но она есть у вас в руках. Вы увидели ее. Я думаю, что... Нет больше. Это огромное счастье. И сестра. Да, и сестра, и брат. И теперь вместе. И я знаю, что вам не терпится познакомить сестру с одним очень важным человеком. Мы не будем вас задерживать. Мы вас отпускаем. Берегите друг друга. Поздравляем вас с тем, что вы друг друга нашли. И благодарим вас за то, что вы приложили к этому усилий. Старались. Спасибо. За то, что вы ни секунды не сомневались и приехали сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты такая маленькая. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот эта талия. Наташа. Очень приятно. Говорят, что он очень похож на Шукановых, но у меня не было ни в чем. Похож, да. Мы похожи на маму. А брат, ты посмотришь, Саша приедет тоже, когда мы выйдем. И он больше попапили. А мы с тобой похожи. Да. У него лицо такое счастливое. Как будто камень с души, знаешь, упал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые телезрители, большое вам спасибо, что так активно помогаете нам в поисках. Без вас мы бы не справились с таким потоком обращений. Может быть, и об этих людях вы что-то знаете. Эту женщину зовут Зоя. Ее фотографию прислала Лариса Игоревна из Самарской области. В начале 90-х, во время отдыха в санатории в Гурзуфе, Зоя спасла дочь Ларисы Игоревны, которую накрыла волной во время купания. Известно, что Зоя жила в Тольятти, работала администратором в кинотеатре. Павла Степановича Биева ищет дочь Алена. Родители Алены расстались в 1985 году, когда ей было 6 лет. Отец уехал из Казахстана в Россию, в город Сорск. С тех пор от него не было никаких вестей. Светлана Анатольевна Иванова родилась в деревне Новинка Ленинградской области приблизительно в 1965-1967 годах. Работала стюардессой в аэрофлоте. У нее был муж, Владимир Опекаловский и двое детей, родная дочь Ксении и пасынок Кирилл. Светлану Анатольевну ищут ее племянники. Эту женщину зовут Ефимия. Она жила в деревне Клушковичи в Белорусской ССР. Во время раскулачивания вся ее семья была выслана в коме АССР. Заявку на поиски Ефимии оставила на сайте «Жди меня» ее племянница. Помимо тети, она будет рада найти любых родственников по линии мамы. Нина Тимофеева родилась в Горловке Донецкой области. Воспитывалась в детском доме Псковской области. Потом поступила в ремесленное училище в Ленинграде. В 1968 году Нина уехала в Ташкент восстанавливать город после землетрясения. Там ее следы теряются. Нину ищут родственники из Белоруссии и племянницы из Австрии. А это Екатерина Валерьевна Казаринова. 5 января 2012 года она родила сына, которого назвала Ярослав. Имя отца мальчика Екатерина до самой смерти хранила в секрете. Известно лишь, что с ним она познакомилась в городе Березники Пермского края. Сейчас Ярославу 11 лет. Он круглый сирота и очень хочет найти папу. Возможно, отец Ярослава узнает Екатерину на фотографии и отзовется. Если вы кого-нибудь узнали, не откладывая, звоните нашим редакторам. Также вы можете оставить отклик на сайте программы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда нам трудно, мы обычно просим помощи у своих близких. А не наша опора, поддержка, зачастую спасение. Но вот что делать тем, кто волею судеб оказался один на один со своей бедой? Ну, пожалуй, только надеяться, что среди чужих людей найдутся те, кто поможет подняться и снова поверить в себя. Вот об этом наш следующий сюжет. Я атаман Пуровского станичного казачьего общества Ложкин Виктор Зиновьевич. Задача казачества в первую очередь – это охрана общественного порядка, осуществление деятельности по пожарной безопасности и экологической безопасности. Геннадий Васильевич, то есть то место, где он проживал, два раза так горело. И мы с ребятами, с пожарными, его вытащили, непосредственно я, на руках его вытащил, и до скорой помощи его донес, там его оклемали, все, он как-то пришел к чувству. Загорели все документы, и он остался без определенного места жительства. Он жил, ну, кто его, грубо говоря, кто его приютит. А он, видно, во мне так нашел, как, ну, может, друга, может, товарища, к которому можно обратиться и который не откажет ему. Оказывал помощь ему в оформлении документов. Когда решился вопрос с документами, когда все документы оформили, через администрацию ему выделили квартиру. Сейчас вот последние два года он за собой следит, чистенький, опрятный, в квартире порядок. Но сейчас он выходит к магазину, там подметают, там его никто не трогает, работники магазина, зная, что вот он здесь сидит, там у него там чистота, порядочек. В данном магазине я являюсь директором. Я заметила, что возле магазина убраны были все урны мусорные. Я как-то у сотрудников поинтересовалась. Спрашиваю, кто же это у нас начал убирать так чисто? И мне ответили, что какой-то дядька Геннадий приходит и убирает по утрам возле магазина. Когда мы ближе познакомились с Геннадием, оказалось, что он после больницы, друзей у него нет, родней нету. И мы потихонечку начали поддерживать Генну. Геннадий рассказывал, что болел, долго лежал в больнице. Он же в аварию попал в рабочее время. Руководители обещали ему подлечить, заплатить, обеспечить какой-нибудь легкой работой. Но спустя какие-то 2-3 месяца, когда он выписался, обратился к своему начальству, оказалось, что начальников прежних уже нету. Новые руководители Геннадия не знали. В итоге никто ему ничем не помог. Как-то мы у Геннадия спросили, ну не бывает же в жизни вот так, чтобы люди были одни, вот что у них нет никого кровных, ни матери, ни отца, ни детей, ни жены, ни братьев, ни сестер, ну вот никого. И Геннадий тогда нам рассказал, что он был женат, что у него родилась в молодости дочь. И я решила подтолкнуть его к тому, что ему необходимо искать свою родную дочь, своих родных, и попросила своего сына оставить заявку в передаче «Жди меня». Дорогая Юлечка, здесь, очень далеко, на самом крайнем севере, живет ваш отец Геннадий, среди знакомых и друзей, не имея никого из родственников. Я вас очень прошу, отзовитесь, найдите вашего отца. Он у вас очень добрый и воспитанный человек. Уважаемая Юлия Геннадьевна, ваш отец Геннадий Васильевич очень хочет с вами встретиться. И, пожалуйста, не откажите ему. Он сильно надеется на вашу встречу. Такие невероятные люди, не только отзывчивые, но и деятельные. Надеюсь, вся их деятельность была не зря. И мы действительно сможем помочь Геннадию Васильевичу найти дочку. Геннадий Васильевич, проходите, пожалуйста, к нам. Геннадий Васильевич, здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Присаживайтесь. Геннадий Васильевич, вы сами-то хотите найти дочку? Очень хочу. Ну, тогда назовите, пожалуйста, все ее данные. Фамилию, имя, отчество. Голубева Юлия Геннадьевна. Когда вы видели ее в последний раз? Когда ей три годика было. Давненько. А сейчас ей должно быть сколько? Да, сорок. Сорок, где-то. Угу. Уже по ней внуки у меня есть, наверное. Ну, давайте, расскажите на самом начале, как вы встретились с ее мамой? Как вы познакомились с своей супругой? Ну, это... Я еще дома работал, на автобусе. Угу. Ну, и подвозил это самое. У меня рядом с водителем, ну, кресло было. Так. Ну, для контролеров или кто поближе мне. Я в него сажал. Так. Ну, и она частенько на моем автобусе ездила. Так мы познакомились. Вы ее пригласили в это особое кресло? Всегда приглашаю. Всегда приглашаю. То есть она вам приглянулась давно, да? Да. Ясно. И потихоньку-потихоньку загрузился Роман, да? Да. На колесах. На колесах. Отлично. А как дочка родилась? Дочка родилась. Расскажите, расскажите. Сразу, ну, помню, как забирал ее. И медсестры что вынесли? На руки доченьку взял. Цветы-то принесли? Конечно. О, вот. Сейчас хорошо. И что же случилось? Почему расстались? Ну, я уехал на север. На заработки. Все еще было хорошо в семье на заработки, когда уехали? Ну, я сначала в Архангельскую область уехал. Там некоторое время был. Ну, она туда ко мне приезжала, да. Ага. Недельку пожила. Вот. Потом с Архангельской области я вернулся домой. И маму удалось, мама жила, была у меня. И уехал в Тюменскую область. Но через некоторое время, ну, в Тюменской области я уже был. И она, сестра мне сообщается. В Тюменской области я с тобой развелась. А почему? И какая причина, да? Мне даже не сообщили ничего. У меня уже деньги заработаны были. На мой съездил. Но она мне жить я больше с тобой не буду, сказала. Ну, я... А почему причина-то? В чем причина-то? Не стала она мне особенно объяснять. А вы не стали интересоваться? Да. То есть такое событие. Вдруг, остальное всего, жена говорит, я с тобой жить больше не хочу. Да. Ребенок есть уже все. Как-то не спросить, почему, что случилось? Да я понял, что кто-то, видно, у нее есть уже. А вы подумали, что кто-то есть у нее? Да. Были какие-то к этому предпосылки или какие-то сигналы какие-то были? Да потому что я приехал. Она меня равнодушно встретила. А-а-а. Вы почувствовали просто, да? Что она как будто от вас отсоединилась. К маме пошел. И 1 мая тогда улетел в Нижний Вардус. Хорошо запомнил, как 1 мая прилетел. Там жара. На земле. А у нас фурга. Снег. Ну, холодно. Ну, север есть север. Ну, а что с дочкой? Поддерживали связь? Ну, вот как расстались, я с ней связи не поддерживал. И вы ее не искали? А алименты вы платили какие-то? Алименты? Да. Заработ хороший был, а что не платить? Ну, то есть вы просто посылали по своей инициативе, да? Я заявление написал на работе. Да. Ну, высчитывали. Потом вдруг к ней приходят обратно они. А, даже так? Ну, обратила. То есть она не принимала от вас деньги, да? Ну, да. Ну, я уже знал, что она вышла замуж по-новой. Обидно было, наверное, да? Тяжело? Очень обидно. Так дочку хотелось увидеть. Ну, а как вы думаете, вот если бы сейчас вы увидели свою дочь, вы бы узнали ее? Скорее всего, узнал бы. Смотрим на экран. Вот три девушки. Все они одного возраста. Все ищут своих отцов. Одна из них – ваша дочь. Да, вот интересно, удастся вам ее узнать? Попытайтесь. Я же вижу совсем слабо. У меня все в тумане видно. Очки-то у меня там, в этом. В комнате? В пакете они должны быть. В футляре. Вот они, это точно. Созрали, что вы знаете, сколько с меня за них, ну? Вдали с полом. Я сразу вижу. Ну, как вы думаете? Ну, это точно не она. Геннадий Васильевич, не будем вас мучить. Не будем вас мучить. Не могу я узнать там никого. Сейчас покажем вам вашу дочь. Смотрите. Ну, а я вам хочу рассказать и про остальных. Потому что они тоже ищут своих отцов. Женщину слева зовут Светлана Викторовна. Ее отца зовут Виктор Павлович Вербер. Он родился 23 апреля 1952 года. Жил вместе с женой и дочерью в Зоозерном Красноярского края. Когда Светлане было 3 года, ее родители развелись. А спустя еще 5 лет мама увезла Светлану в другой город. С тех пор Светлана папу не видела. А вот эту женщину зовут и Оксана Александровна. Она не видела своего отца более 30 лет. Папа Оксаны зовут Александр Иванович Калошин. Примерно 10-15 лет назад он уехал из Молдавии в Москву на заработки. Жил в общежитии, работал на стройке. Спустя некоторое время перестал выходить на связь. Родные даже не знают, жив ли он. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим телезрителям. Если вы узнали кого-то из этих людей, или можете помочь в их поисках, свяжитесь, пожалуйста, с нашими редакторами. Все контакты вы сейчас видите на своих экранах. Геннадий Васильевич, ну а вашу дочку, как вы уже, наверное, догадались, искать не нужно. Недавно с ней встретились наши корреспонденты. Давайте посмотрим, что она рассказала. Родилась я в городе Беженске, Тверская область. Жили мы там с семьей. Мама, папа, бабушка, дедушка. И у меня еще брат был старший. Детство у меня было замечательное. Но знаю, что папа с нами жил до трех лет. В три года, когда мне исполнилось, он уехал на север. На работу. Ну, наверное, он не думал расставаться с мамой. Я думала, что он уехал деньги заработать или что-то там. Вот. Ну, так у них и вышло. Как выглядел он, я не помню. Как-то все так смутно у меня вот. Я помню, что мы с ним играли. Он меня на плечах носил. Как-то вот сидит он на кровати, я помню. И вот он, я его за волосы трепала. Вот что-то такое вспоминаю с детства. Потом около дома стала такая машина большая. К этой машине он меня вот садил в кабину. Вот это вот помню. Очень хорошо. Но я любила папу. Вот у меня такие теплые очень такие вот воспоминания. И такие светлые об отце. Я была к нему очень, мне кажется, привязана. В детстве у меня, конечно, тяготила разлука с отцом. Конечно, я понимала, что он где-то далеко. Но хотела, чтобы он был рядом со мной в детстве. Вот на фотографии у меня такая была сгорела. Потому что я переживала, когда он уехал. Вот это я помню. Это стресс. Я сама не пыталась искать отца. У меня были мысли об этом. Не раз я об этом говорила маме. Что маму, может быть, мы поищем папу. Мама говорила, что у него, наверное, своя семья, уже дети. Ну, что будем ворошить прошлое. Много лет прошло. И как-то вот так вот. Ну, как-то все вот у нас так получилось, что мы не искали сами. Последние, наверное, полгода я очень усиленно и стала смотреть программу «Жди меня». Почему-то меня как-то там тянуло. Я на работу еду, смотрю вот эту передачу в автобусе. Дома я смотрю. А ведущие там всегда говорят. Зайдите, пожалуйста, на сайт и проверьте, не ищет ли кто-то вас. Вот их золотые слова, вот эти были, постоянно они звучали. И я решила в один прекрасный день утром зайти на сайт и написала свою девичью фамилию Голубева Юля. Я гляжу, что очень похоже, что отец ищет дочь, уехал на заработки в Нинецкий автономный округ. Думаю, если это Геннадий отправил заявку, то значит, наверное, точно мой отец. И я смотрю, заявку отправила Геннадий. И там уже, конечно, я так вот очень волновалась, что мне было даже очень радостно. Я думаю, почему он меня стал искать, потому что, может быть, это все как-то с возрастом приходит. Все-таки мы родные люди, близкие. И, может быть, поэтому и он решил меня искать, что все-таки он знает, где-то у него растет дочь. Я не могла не откликнуться. Я с удовольствием откликнулась, я была счастлива. Я очень переживаю, волнуюсь. Очень хочу его увидеть. Хочу, чтобы он приехал к нам в гости, чтобы увидел своего внука. Папа, встреча с тобой, это была моя давняя мечта. И я буду ждать этой встречи с нетерпением. Ну вот видите, как вы взаимно, оказывается, искали друг друга. Это же замечательно. Ну, мне кажется, просто нужно срочно встретиться вам друг с другом прямо здесь, прямо сейчас. Юлия, выходите к нам, пожалуйста. Пойдемте, встретимся. Дочке. Здравствуйте, Ката. Пойдемте. Все в порядке, все хорошо. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте, проходите к вам. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, меня все-таки не оставляет эта мысль, но вот как же так? Вот ваша супруга подала на развод, а вы не выяснили, почему. Уехали работать, и вдруг бац, такая новость. Бац, и все, да. Ну, ничего, заявила, что это все. Ну, по-моему, стоять. Вы знаете, мы встретились с вашей бывшей женой, и она нам многое объяснила. Давайте посмотрим сюжет. Ой, как на маму похоже. Ой-ой-ой. Мы с Геннадием познакомились в 1978 году. Мне был 21 год. И я была ранее в браке. И Геннадий меня взял с ребеночком. Все у нас как-то закрутилось. И мы быстро-быстро поженились. В 1978 году уже мы осенью были женаты. В 79-м родилась Юля в сентябре. Жили мы своими родителями. Да, конечно, условия проживания стесненные были. Естественно, одна комната там, веранда, кухня. Очень мало было места. Такие условия проживания нас немного напрягали. Напрягали нашу маму. Маму там, отца. Хотели мы снять квартиру, что-то у нас не получалось. И решил Геннадий поехать на север. Хотя заработать денег или что-то еще. Потому что всегда ездили на север на заработки. Это было Юле три года. Он поехал, устроился. Наверное, через год или даже поменьше я к нему поехала на север. Я помню, это была зима. Но я не помню, как назывался этот поселок. Он был городского типа такой. Там было общежитие. Гена меня встретила. Все было нормально как бы. Прожила я там у него где-то, ну, где-то вот, может быть, дней восемь, наверное. Но потом мне сказала там одна женщина, что Гена здесь как бы не один. Но это может быть голословно. Я этого ничего сама не заметила. Но это было что-то такое сказано. Мне, конечно, у меня как-то вот в душе, ну, я гений не помню. Мне кажется, я ему это не говорила. Просто как-то вот поехала домой и все. И как-то вот все так, что я думаю, ну, все-таки надо подать на развод. Раз он там, и там много женщин на севере одиноких. И я думаю, пусть там, ну, как бы найдет себе счастье. И как-то вот так. После развода прислал два письма. Такое наплевало. Это была фотография, где машина стоит у большой, груженная лесом машина. Я же до Юлии показывала эту фотографию, что Юлия, вот это папа. Да. А больше он не присылал мне писем. Алименты платил, конечно, лет, наверное, до 12. Вот так где-то. Она потом, я так подумала, ну да, ну, если у него другая семья, ради бога, не надо. Я вот не стала ничего там писать, не мог говорить что-то. Но потом эти адреса затерялись. Ну, окончательно потеряла связь. Жалею об этом, конечно. Сейчас бы то и не произошло. Это моя ошибка. Гена, я очень рада за свою дочь, что она все-таки обретет отца. Рада, что вы встретитесь. Приезжать нам в гости. Посмотришь на внука. Удивительный переворот этой истории случился. Очень жалко, что вы не поговорили. Знаете, я всегда за то, чтобы люди говорили друг с другом. Я знаю, что мужчинам очень сложно самим начать разговор. Женщины, разговаривайте с мужчинами, со своими мужьями. Вытаскивайте на разговор. Ну, видите, из-за какой нелепости разрушилась семья. Так не должно быть. Ой, а кто же егатнул там тогда в Архангельской губернии? Вот что меня интересует. Женщины коварные. У меня и не было как раз там никого. Вот, интересно же. Вот, видите, сами заговорили про это. А этот разговор мог произойти 20 лет тому назад. По-человечески. За чашечкой чая. Дочь уже есть. Но самое главное, что вы теперь не один. У вас есть дочь. Нашли дочь, дочь нашла вас. Это большое счастье. Вы теперь не один, не одинок. Так что мы вас отпускаем. Мы очень за вас рады. Желаем вам счастья. Желаем, чтобы вы встретились с вашей бывшей женой. До свидания. Пойдем, папа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Геннадий. Узнаете? Я Калина, ваша жена бывшая. Я узнал. Узнал? Ну как жизнь? Ну что, живу. Никого у меня сейчас нету. Живу один. А был кто-то? Да, не было у меня так никого. Плохо. Да. Надо, чтобы кто-то был всегда. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ